Мы контролируем трансмиссию. Поэтому без лишних слов, давайте приступим. И первым, на что я хочу обратить ваше внимание, будут два мода по цене одного. Первый это NPC от DragBuddy, второй это черти от него же. Вы многократно писали в комментариях о необходимости их включить. Так вот, дорогие зрители и зрительницы, позвольте объяснить свою позицию по этому поводу. То, что эти мордашки почти все ворованы из других игр, это меньше изол. Самое страшное, это то, что они настолько клёвые и качественные, что на контрасте остальные NPC выглядят просто смехотворно. Полностью ломая иммерсию, то есть погружение в игру. Если бы эти чудные моды меняли всех NPC в игре, я бы обязательно поставил эти моды. Но этого нет. Поэтому останемся верными моду FKO, надеясь вопрос DragBuddy наконец закрыт. Ройс на промойке Nexus обнаружил мод Agility Effect Speed. Мод делает наш бег быстрее в зависимости от параметра ловкость. Первый участок бегает и 5 ловкость, а второй 10. Сами думайте, нужно или нет. Любимый многими латентный аркейд Геннен не казался вам слегка странным? Со своим простеньким халатом, без припасов и так далее. Мод Arcade Armor слегка меняет его внешний вид, делая нашего заднеприводного чуть более подготовленным к ужасам пустошей. Не знаю, оставлять или нет. Кстати, в тему модов от DragBuddy. Нашелся Мадецкий, делающий напарника Рауля, тем, кто он есть на самом деле, то есть Дэнни Трэха. На Nexus даже есть гулифицированная версия, которая, кстати, выглядит довольно-таки так себе. Оставлять бы я это не стал, но показать должен был уж больно, все это забавно выглядит. Также в этом видео будет море модов с различными броньками. Давайте начнем с простеньких. Представляю вашему вниманию Transparent Radiation Suit. Этот мод просто делает прозрачным лицевой щиток антирадиционного костюма. Мелочь, а приятная. Оставляем. Следующим модом будет странная броня, которую я принял за очередной наряд Бизону Макса, судя по названию. Road Fighter Armor. Она оказалась забавным мешапом из кучи других бронек и выглядит более чем приятно. Оставляем или как? Ну и рейтинг бесполезной брони в этом выпуске возглавит мод Police Uniform. Я, честно говоря, когда увидел это дело, подумал, что оно будет нормально включена в лейлд-листы и распределена по миру. Но нет. Набора шмоток-полисменов есть только в одном месте и выглядят совсем свежими, что абсолютно ломает иммерсию. И еще мне на глаза попался модетский Advanced Combat Armor. Я помню, как в далеком 2008-2009 годах играл в третью часть Fallout'а с модами типа Фук и этой бронькой в разных видах. И если и там она была слегка лишней, то в мире Вегаса, кажется, совсем не пришей к пипирке рукав. В одном из ранних выпусков у нас был модетский Animated Ingestiboss. Всем он был хорош, кроме того, что анимация не прерывалась по желанию игрока. Ну что ж, взамен нашелся мод Animated Foods, Drinks & Cams. В этом моде мало того, что от того, что ты ешь, меняется само отображение. То есть не только бутылка Нью-Ко-Колу может быть у вас в руках, но и бутылка певца, вискаря, воды и так далее. Но в нем еще и анимация прерывается корректно. Оставляем обязательно. Снова два моду по цене одного. Мода Quick Throw и Retrievable Throwables от Ceylandra. Первое делает метание гранат-кнопкой G гораздо более приятным. Теперь оно не чувствуется лишним, как из мода в прошлых выпусках. А второй мод позволяет забирать метательные снаряды после метания. Да-да, зная это уже было, но... Кроме этого, они еще и присутствуют в физическом мире игры. Можно, например, себе лесенку сделать из копий. А это круто, согласитесь. Определенно оставляем оба. В этом выпуске будет всего одно оружие. Потому что в прошлом некоторые люди начали меня корить, что его слишком много. Сегодняшний гость это Карабин 98. Винтовка нацистов из Второй Мировой, которая по лору вполне впишется как трофей. Их и в реальном мире полно везде валяется. Модель неплохая, анимации криво и легли. Играются нормально, я бы оставил. Еще одной маленькой фичей нашей игры станет мод Power Armor Size. Мод просто добавляет высоты и ширины персонажа в силовой броне, что выглядит органичнее карликов в силовухе, согласитесь. Понятно, что я еще не заценил мод на силовую броню от Дрэкбадди, но пока это будет наш фаворит на силовуху. Также наш соотечественник замутил кучу классической брони из первых частей игры. В этом выпуске хочу представить вам Metal Armor MK1. Ну, что тут можно сказать. Это реально бронька из первых частей Фоллаута. Она включена в лаут листы и выглядит довольно неплохо. Из ностальгии я бы ее оставил. На помойке Нексуса полно модов, меняющих как малые части самого Вегаса, так и мелочи. И вот одна из таких мелочей. Монорейл, то бишь монорельс. Анимированный. Выглядит, честно сказать, слегка странно, но добавляет баллов к ощущению, что Вегас реально является жемчужиной пустоши. Вместе с дирижаблемой с прошлого выпуска смотрится забавно. Оставлять или нет, решать вам. Предпоследним модом с броней на сегодня будет Wasteland Combat Armor. Очередной мэшап из нескольких броников одной. Выглядит довольно недурственно. Оставлять или нет, решать снова вам. Вроде где-то в комментах промелькнул мод True Crouching. А может сам нашел, не помню. Этот модецкий позволяет, или должен нам позволять, забираться в любую щель, пригнувшись, как в обычных шатанах. Но даже с нашей кучей модов, меняющих коллежен между всех моделей, работает он, честно сказать, так себе. Зачастую забраться в дырку можно, а вот выбраться либо нет, либо очень трудно. Полезность сильно под вопросом. Последний армор на сегодня, это Military Survival Armor. Не включена в леонт листы, хотя смотрится довольно органично. Можно найти в мешке на заставе, где крыболюди зажали плутократов. Оставлять или нет, решать опять вместе с вами. Ну и на десерт мод, который действительно меняет гейплей игры. Это Immersive Heat Reactions. Враги, наконец, начинают реагировать на попадание в них. Таким образом, можно прерывать их анимацию стрельбы и получить более приятный шутинг-экспириенс. Ума не приложу, почему никто раньше такой мод не сделал. Оставляем на 200%, само собой. Дорогие господа и дамы, на этом заканчивается 9 выпуск нашего чудного шоу. Не забываем писать в комментариях, какие моды пойдут в сборку, а какие пойдут в мусорку. Спасибо вам всем за внимание, ставьте лайки, жмите друг другу на колокольцы и не забывайте про наш канал. Всем еще раз спасибо, всем пока. Субтитры делал DimaTorzok